Библейский портал экзегет.ру представляет Там такая сборная солянка, то есть уже нет единого сюжета. Собственно, главные сюжеты были связаны с историями вокруг Авшалома, в старых переводах Авесалома, сына Давида, про то, как он убил своего брата, про то, как он потом поднял восстание и так далее. А тут в конце самые разные эпизоды, и можно задаться вопросом, почему они, собственно, тут приведены. Какие-то подвиги воинов, упомянутые в 23 главе, и до этого был гимн Давида «Даже 2», длинный и короткий, которые, собственно, описывали его отношения к его собственной жизни, его поэтическая молитва. И в 24-й очень странная история. Ну, давайте прочитаем, потом будем разбираться, в чем ее странность. «Вновь возгорелся гнев Господень на израильтян». Так вот ниоткуда. Почему? По какому поводу? И он поднял на них Давида, сказав, «Вступай из числя израильтян и иудеев». Более того, если мы посмотрим параллельное повествование в книге «Паралипоменен» или «Хроник», как ее тоже можно назвать, там будет «Сатана побудил Давида сделать перепись израильтян и иудеев». Ничего себе такое разночтение. Пожалуй, больше ни одного примера в Библии нет, когда в одном и том же месте, одной и той же истории, Господь и Сатана действуют в двух разных версиях. Ну, конечно, у нас, у современных людей, есть способ это обойти и сказать, что вообще это все было от Сатаны, но Господь попустил Сатане таким образом себя повести. Да, то есть, что вообще-то говоря, Господь не был инициатором. Но в любом случае, почему попустил некий гнев Господень на израильтян? Или упомянутый гнев – это что-то такое в наказание за грехи, ну, как в книге «Судей» там периодически Господь насылает на них разных враждебных полководцев, но здесь собственного царя, и побуждает его сделать перепись. Загадочная абсолютно. Тогда царь сказал иначальнику Юаву, который был при нем, но наш тоже главный герой этой книги, «Обойди все племена Израиля, вода над Эбершевой, осмотри их, чтобы мне знать точное число народа». В принципе, нормальное желание царя, да, сделать перепись. Вот во всех странах мира сегодня проходят регулярные переписи. Юав ответил царю, «Пусть умножит Господь твой Бог народ настолько, сколько есть, еще во сто крат на глазах господина моего царя, но зачем же господин мой царь пожелал такого?» Но слово царя оказалось сильнее слова Юава и других военачальников, так что Юав с другими военачальниками отправился по приказу царя осматривать народ Израилев. То есть Юав говорит, это дело дурное, не надо так, но раз царь приказывает, идет и исполняет. Вообще, и на Юава это очень не похоже. Мы читали, как он себя ведет с Давидом, вот, ну, совсем не как робкий исполнитель. Он Давидом иногда сам командует. А тут вот какая-то неуверенность у него есть. Ну, куча загадок, давайте дойдем хоть до каких-то ответов, если они там будут. «Они перешли в Ордан и стали в лагерь Муаруэра к югу от города, прямо в пересохшем русле, что шло к Езеру, как описание военной кампании. Какая разница, где там переписчики ночевали? Приходили в Гелат, в землю Тахтим, Ходши, приходили в Дан-Яан и в окрестности Сидона, приходили к укреплениям Тиры, ко всем городам Хевитов и Хананеев, дошли до южной пустыни Удейской до Бершевы». Такая тоже всеохватная военная кампания, да, только мирная перепись. Так они обошли всю страну и по истечении 9 месяцев и 20 дней вернулись в Иерусалим. Ивов подал царю исчисление народа и оказалось, что в Израиле 800 тысяч воинов, способных носить меч, а в Удей 500 тысяч. Общее число нереально большое, под полтора миллиона, да, 800 и 500, это миллион триста. Только мужчина, способный носить меч, значит, общее население получается несколько миллионов. Ну, ладно, допустим, были какие-то неточности при самой переписи, при, может быть, передаче этого текста, искажения, но в любом случае Давид должен был очень обрадоваться, что у него такое огромное войско, он больше миллиона человек ставит в строй. Он великий завоеватель. Но после этого дрогнуло сердце Давида, что исчислило народ и сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, сделав это. Смотрите, Давид кается в своем грехе, когда он там с чужой женой завел роман, то он не каялся в этом, его пророк обличил, только после этого он признал свой грех. А здесь он сам кается, это более очевидный грех, чем тот. Тяжко согрешил я, сделав это, но теперь, Господи, отпусти вину, рабу твоему, слишком безумным был мой поступок. Чтобы дальше мы об этом, конечно, прочитаем, но вот смотрите, то есть Давид в каком-то помрачении, которое наслано на него Господом или по попущению Божьему на него находят, устраивают перепись, получают огромное число, после этого понимают, что согрешил. Причем Юаф пытается его отговорить. Ну, во-первых, что грешного в переписи? Вообще, казалось бы, ничего, но что мы пересчитываем деньги в своем кошельке? В чужом кошельке, если я начал пересчитывать деньги, я как бы показал, что я их присваиваю. Не знаю, мебель в своем доме, площадь своего земельного участка, своего, это мое, поэтому я имею право присваивать этим объектам или существам, например, кур в курятнике, порядковые номера. Но Давид не владелец израильского народа, он царь, да, но этот царь, он, по сути дела, наместник Бога, только Бог является подлинным царем Израиля, и народ этот Божий. И считать людей, которые принадлежат Богу, саму по себе дерзость. Если он получает огромное число, даже нереально огромное число, наверное, ему становится это понятнее. Вот вся история Давида, она про то, что израильтяне вообще-то не очень спешили его признать своим царем. И это было в результате долгих, сложных всяких действий, тут и войны, и какие-то дипломатические переговоры, и много всего остального. И тут он говорит, а это все мои, весь миллион мной. И сам ужасается своей дерзостью. И Юав, по-видимому, понимает, с одной стороны, он тоже, ну, государственный человек, тем более он полководец, полководца, надо знать численность своего войска, иначе как он может вообще планировать какие-то военные компании, да? Ему это очень нужно. Но он понимает, что вот это значит сказать, все они мои. И что этого говорить нельзя. За что был такой гнев Господень, мы не знаем. На самом деле, мне кажется, это просто урок, что иногда мы не понимаем каких-то происходящих событий, и мы можем лишь сказать, что Господь в каком-то высшем смысле, Он источник того, что происходит, Он дает свое соизволение на эти события. Но мы не всегда понимаем, почему. А не всегда, может быть, нам и нужно знать. И что, в общем, эта история, на самом деле, про суверенитет. Суверенитет Бога над страной, над народом, или суверенитет правителя, который говорит, это все мое, сколько хочу, столько и будет, как хочу, так и поступлю. И если второе, то это действительно тяжелый грех. Когда Давид встал поутру, то было такое слово Господник пророку Гаду, правиться Давиду. Ну, то есть, он при дворе был таким пророком на должности. Ступай, передай Давиду, что говорит ему Господь. Три вещи предлагаю я тебе, выбери, что сделать с тобой. Тоже очень необычная ситуация. Господь предлагает выбрать наказание. Гад пришел к Давиду и сказал ему, выбирай, быть ли семь лет голоду в стране твоей, или три месяца бегать себе от врагов твоих, чтобы они гнались за тобой, или три дня быть в чуме в стране твоей. Теперь осуди и реши, что передать мне пославшему меня. Получается, что Давиду нужно выбрать между наказанием себе лично бегать от врагов, а он уже побегал немало, и от Саула, и от собственного сына Шалома, или наказание пойдет на всю страну. То есть, похоже, что действительно всех израильтян каким-то образом Господь за что-то хотел наказать, и это просто такой как бы заход. Смотрите, вот и ваш царь. Давид думал, что он командует всем этим великим множеством людей, а вот теперь он должен дать команду, чтобы этому множеству людей стало нехорошо, чтобы что-то с ними произошло. Вот, собственно, ответственность человека, который считает, что этот народ принадлежит ему. Он думает, что он поведет его к победам, а он беду ему должен выбрать. Ответил Давид Гадо, очень мне тяжело, но лучше впасть в руки Господа, чья милость велика, только бы не впасть мне в руки человеческие. И вот Давид, который говорит, моя человеческая рука держит этот народ, теперь должен сказать, только бы мне в человеческие руки не впасть. Он признает этот суверенитет Бога над собой самим. Он говорит, да ладно, вот Господь пусть мной как хочет вертит. А что значит Господь как хочет вертит мной? Это значит, что бегать от врагов он не хочет. Что получается, все-таки наказывается народ. Господь настал на Израиль чуму с утра и до назначенного времени и погибло из народа Дана Дабершева 70 тысяч человек. Вот опять дается число, да, то есть ты порадовался великому числу, так это число уменьшится. Жестко. Но может быть это тоже история про национальное величие, про то, что когда народ говорит, да, вот мы тут самые крутые, у нас все замечательно, вот тогда-то беда к нему и приходит. Ангел смерти простил руку над Иерусалимом, чтобы опустошить его столицу. Но Господь жалился об этом бедстве и повелел ангелу, убившему народ, довольно, удержи теперь руку. Ангел был тогда как раз над гумном Орны-Евусея. Какое-то гумно, на место, где обмолачивали зерно, и ангел прямо, видимо, присутствует. А Давид, когда увидел ангела, поражавшего народ, сказал Господу, это я согрешил, моя это вина. А что же сделали эти овцы? Пусть ляжет рука твоя на меня и на дом отца моего. Вот Давид понимает, что роль царя не столько в том, чтобы вести миллионы на войну, сколько в том, чтобы принимать ответственные решения и принимать на себя последствия этих решений, принимать ответственность за ответственные решения, чего очень не любят правители обычно, да? Они берут на себя славу победы, но не горечь поражения. И вот он говорит, да, виноват на самом деле я. Хотя сначала выбрал иначе. В тот день пришел гад к Давиду и сказал ему, ступай, воздвигни Господу жертвенник на гумнеарны и в усеем. Давид отправился по слову гада, как и велел Господь. Ну, понятно, там ангел остановился, пожалел людей, и надо воздвигнуть жертвенник в благодарность. Урна взглянул и увидел, что к нему приближается царь со своими слугами. Урна вышел на встречу и поклонился царю до земли. Урна спросил, зачем пришел-то, господин мой царь, к своему слуге? Давид ответил, хочу купить у тебя гумно, чтобы воздвигнуть там жертвенник Господу, и так не будет уже гибнуть народ. Урна сказал, пусть возьмет господин мой царь для жертвы, что приглянется ему. Смотри, вот скот, что принесет его в жертву, и молотильные сани с упряжью на дрова. То есть, те сани, такая доска с острыми камешками внизу, которыми обмолачивали собранные колосси. Все это, Арна отдавал царю даром, и еще сказал Арна царю, да угодишь ты Господу Богу твоему. Но царь ответил, Урне, нет, я куплю это у тебя за деньги, не стану приносить Господу Богу моему даровых всесожжений. Очень важный момент, то есть жертва вот царя должна быть за счет царя, а не за счет подданных, которых он облагает каким-то экстроналогам или даже их добровольных приношений, он свое должен отдать, а чтобы оно стало своим, надо его купить. И Давид купил гумно вместе со скотом за 50 шекелей серебра, даже точная цена указана. Давид воздвиг там жертвенник Господу и принес там всесожжения и мирные жертвы, и Господь внял мольбе о стране Израилевой и прекратил губить народ. Этот необычный эпизод про жертвенник может считаться, собственно говоря, прологом к строительству храма, потому что именно на этом месте будет воздвигнут храм, но уже не Давидом, а его сыном Соломоном. Но сама история, она тоже такой пролог к строительству храма. Вот прежде чем будет построен храм, Давиду приходится убедиться действительно в суверенитете Бога над своим народом. И в том, что ни он как царь, ни сам этот народ, как некая совокупность граждан, не обладают такой самодостаточной независимостью, что все то, что с ними происходит, это некий вывод из их отношений с Богом, их доверие Богу, их принятие Божьей воли. Ну, если не принятие, значит, соответственно, не очень хорошие вещи происходят. Но что это не история про то, как вот все так, знаете, у нас здорово, мы добились великих успехов, добьемся еще больших, и в честь этого заодно поблагодарим Бога. Нет, вот так не получается. И на этой главе заканчивается вторая книга царей, может быть, это на самом деле самый главный ее вывод. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok